Представьте, что вы находитесь напротив меня, и я предлагаю вам выбрать любую карту из этой колоды, просто подсняв ее. Ну, допустим, вы подснимаете где-то здесь, и вашей картой оказывается это. Я не знаю, что там за она, но уверен, что в колоде находятся три карты, которые совпадают с ней по достоинству. Я попробую сейчас их найти, используя свою интуицию. Давайте представим, что ваша карта совпадает по достоинству с дамой. Значит, скорее всего, вы выбрали именно даму. Попробуем найти вторую даму. Я думаю, что она сейчас находится сверху колоды. Отлично, меня пока моя интуиция не подводит. Чтобы найти третью даму, я подсниму карту и покажу вам, что она находится снизу. Если здесь дама Трев, здесь Бубновая и Червовая, то, скорее всего, дама, которую выбрали вы, дама Пик. Так, давайте проверим. Здесь действительно Туз Пик. Ну, хотя бы с мастью я угадал. И, наверное, в любом другом случае я бы расстроился. Но, учитывая то, что я фокусник, я просто щелкну пальцами и превращу все эти дамы в тузы. Приветствую вас, друзья! Этим видео коллекция легендарных карточных фокусов на моем канале пополнится еще одним. Я думаю, что уже по демонстрации этот эффект вас очень сильно удивил. Так что рекомендую вам выучить его. Но прежде чем мы начнем. Напоминаю вам об акционных предложениях в моем магазине, которых за время его существования скопилось уже немало. Например, приобретая левитацию кредитки плюс живую колоду как один комплект, вы получаете в подарок колоду Bicycle Standard. Либо красную, либо синюю. Какая у меня будет на момент вашего заказа, такую и подарю. Также приобретая любую трюковую колоду, а это невидимая и свингали в любой вариации, эпическая и колода порядок, вы получите в подарок защитный пластиковый кейс. Собирая все карманные фокусы, вы получаете в подарок эксклюзив перекрестная мысль, а купив все продукты из разделов фокусы и карты, вы получите в подарок эксклюзив косая колода, в которой тоже идет защитный пластиковый кейс. Приобретая любой карманный фокус, вы можете это сделать в комплекте с моей колодой Endor, и тогда она для вас будет немного дешевле. При заказе от 10 тысяч рублей вас ждет бесплатная доставка, так что я думаю, этих причин более чем достаточно, чтобы перейти по ссылке в описании и что-нибудь себе обязательно прикупить. Времена сейчас непростые, YouTube за ролики деньги не платит, так что поддержать меня вы можете только так. Ну а теперь переходим к обучению. Хотя подождите, куда я вас отпущу без розыгрыша? В этом видео я разыграю сразу три колоды Endor, и все, что вам нужно сделать, чтобы принять участие, это быть подписанным на мой канал, поставить этому видео лайк и написать под ним любой комментарий. Итоги розыгрыша мы подведем на стриме, а когда он будет, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам в описании и подписавшись на меня во Вконтакте и на мой Телеграм-канал. Именно там я сделаю анонс прямого эфира, на котором мы и выберем победителей. Но вот теперь можно приступать к обучению. Подготовка к этому фокусу выглядит следующим образом. Поскольку дама пик никак не фигурирует в этом трюке, вы можете взять ее и убрать в любое место колоды. Это не имеет никакого значения. Далее вы берете даму черви и помещаете ее наверху вот так, накрывая вот таким образом тузом черви. Далее вы берете даму треф и тут важный момент. Из нее вам нужно сделать гиммик, который участвовал в фокусе, который обманул Magic Five. Кто давно подписан на мой канал, прекрасно помнит этот трюк и те фокусы, которые я выкладывал на основе этого гиммика. Для этого просто переверните даму вот так и прогните ее вот таким образом большими пальцами по диагонали раз и по другой диагонали вот так вот два. Немножко отогните в обратную сторону кончики карты и положив на нее вот так туз треф, поместите все это дело вниз колоды. Далее возьмите уже бубновую даму, положите ее вот так наверх, накройте тузом бубновым и положите сверху туз пик. Первое, что вам нужно сделать, это навязать зрителю туз пик. Делайте это любым форсированием, которое знаете. У меня на канале полно обучений. Главное, не нарушьте порядок нижних и верхних карт. Лично я в начале демонстрации сам себе навязал этот туз следующим образом. Я вот так подснял карты, накрыл туз пик нашим гиммиком дамой треф и потом, поскольку устройство этой карты, как вы можете заметить, позволяет с легкостью на ней подснять, подснял именно в этом месте и вот так вот отложил в сторону туз пик. Не будем погружаться в детали, как работает этот гиммик. Я думаю, что вы уже должны это знать. В конце концов, это практически классика моего канала. Но если нет, переходите по подсказке или по ссылке в описании и либо учите, либо освежайте это в своей памяти. После того, как я отложил туз пик, очень важный момент. Нашу группу карт, где находится специальный гиммик, я помещаю вот таким образом наверх колоды, как бы завершая это подснятие до конца. И теперь я рассказываю зрителю, что в этих картах находятся как минимум три, которые совпадают с его картой по достоинству. Если там семерка, то где-то еще три семерки в этой колоде есть. И рассказывая это, я вот таким образом провожу большим пальцем по колоде, и как вы можете заметить, колода разделяется именно в том месте, где находится наш гиммик. Это такое особое свойство его использования. И далее, разделив карты вот здесь, я делаю небольшой вот такой зазор и начинаю раскладывать их здесь. И после того, как я дошел уже до нашего разлома, я считаю раз, два, три карты и переворачиваю четвертую, которая является дамой черви. Она изначально лежала четвертой сверху. И теперь, показав зрителю даму, я говорю, что скорее всего он выбрал тоже даму, пока смотреть не будем. И в этот момент, переворачивая эту даму, я делаю подмену. Эта подмена заключается в следующем. С помощью карт, которые находятся в вашей правой руке, опять же, если вы правша, если вы левша, то делайте все то же самое, что и я, только наоборот, вы должны, сдвинув даму черви немножко вбок с помощью большого пальца, вот так ее перевернуть. И в момент, когда она приземлится лицом вниз на вот эту группу карт, вы должны большим пальцем левой руки взять вот эту карту, сделав вид, как будто вы ее сдаете. Но на самом деле, вы вот таким образом берете следующую. В данном случае червовый туз. Как это выглядит на скорости, смотрите. Раз, два. Вот таким образом происходит подмена. И теперь мы откладываем не даму, а на самом деле туз черви. После этого мы полностью вот таким образом закрываем нашу колоду. Далее мы делаем следующее. Поскольку у нас, опять же, там есть наш гиммик, дама, треф, мы можем с легкостью на ней подснять. И мы это и делаем. Подснимаем раз на нашей даме, кладем на стол, и накрываем всем сверху. И теперь у нас сверху находятся дама бубновая и туз бубновый. Что, собственно, нас подготавливает к двойному подъему. Для того, чтобы его сделать, я в данном случае сбрасываю карты и останавливаюсь ровно на двух. Это, конечно, сложноватый двойной подъем. Я рекомендую вам посмотреть ролики на моем канале и выбрать попроще, либо в целом тот, который вам понравится, может он сложнее будет. В данном случае я использую именно этот. После чего показываю зрителю якобы бубновую даму, а откладываю уже туз. Вот таким образом. И теперь мы переходим к третьей подмене. Вам нужно сделать вот такое фальшивое подснятие, которое только создает впечатление подснятия колоды, но на самом деле вы забираете верхнюю группу карт в свою руку, кладете эту на стол, и этой верхней опять обратно накрываете. Можно сделать это и с двумя пачками. Вот так. Главное взять здесь вторую на зазор, все вернуть на место. То есть либо вот так, либо сделать вот такое. Извиняюсь. Вот такое подснятие, создав впечатление, что вы якобы нашли даму треф, хотя она уже изначально была внизу колоды. Показав ее, вы акцентируете внимание зрителя на мастях этих дам, говорите, что если тут дама треф, а здесь дама бубновая и дама червя, значит у него там дама пик. И в этот момент вы очень естественно отворачиваете руку от зрителя, и в этот момент считаете карты мизинцем, подготавливаясь к подмене, которая уже в финале поменяет последнюю даму на туза. Вы делаете эту подготовку, далее перехватываете карты большим пальцем, освобождая зазор в этом месте, и переворачиваете все это лицом вниз вот так. И как вы видите, автоматически эти две карты немножко сдвигаются вбок, что позволяет вам с легкостью их взять. Вы берете эти две карты, еще раз показываете зрителю, и в момент, когда вы указываете колодой и вашим указательным пальцем левой руки на якобы даму пик, хотя мы знаем, что там туз, вы делаете такую подмену, вы переворачиваете руку здесь ладонью вниз, точнее наоборот ладонью вверх, и сдвигаете нижнюю даму вот так, с легкостью вот так вот, соприкоснувшись с колодой, вы сдвигаете даму под колоду, то есть она уходит вот туда, под нее, и в этот момент вы указываете пальцем, после чего уже убираете все карты. Это сложно сделать медленно, давайте я попробую на скорости, то есть вот так вот раз, показали, подменили, и кладете уже вот сюда, якобы даму, но на самом деле туз, после чего отыгрываете якобы ошибку. Вы берете эту карту, говорите зрителю о том, что здесь дама пик, переворачиваете, и видите здесь туз пик. Создаете впечатление, что ошиблись, чем ярче вы это отыграете, тем сильнее будет финал трюка, после чего вы берете якобы дамы, и щелкнув пальцами, превращаете их вот так в четыре туза. Великолепный фокус с великолепным финалом, надеюсь, что вам понравилось. Учите и удачи!